тема больная и кровавая конечно многое в этой войне для меня непонятно это не уклонение от ответа просто страшно что сегодня происходит война в перемирие длительное я как и вы не верю она невозможна даже технически кто-то стрельнул там кто-то значит а кто-то спровоцировал поэтому перемирие хорошо что идет режим так сказать договаривания и хотя бы имитация хотя лучше бы не имитация и повторяю сегодня перемирие длительное невозможно технически а кому-то оно не нужно идейные политические примере но то что его хотя бы декларируют хотя бы стремятся к нему ну я исключаю случай когда им прикрывают какие-то коварные действия но то что вот ну президент украины заявляет об этом так сказать пытается то что другая сторона тоже в общем заявляет то тоже кто-то стреляет вообще количество количество людей готовых вдруг воевать бросив личную жизнь карьеру семьи особенно вот на юго-востоке украины откуда возникло такое количество готовых воевать людей а вот спрашиваю как человек который не готов сейчас братья воевать при наличии своих там проблем семьи выстраданные так далее вот взять и воевать значит я вообще считаю я даже об этом в сети сообщил что актуальные войны за право жить хуже но плохо жить по-своему вот эти хотят плохо жить по-своему а не так плохо как им навязывают из стопки его а вот жить плохо по-нашему это большой больной вопрос потому что любая гибель любая любое попадание под раздачу когда-то военные действия не неизбежно страдают мирные люди и попадают под обстрел я говорю вещи ну просто прописные даже не хочется это так сказать повторять чтобы этого не было в реальности вот но в перемирие длительные я не верю а на мир надеюсь